ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ УЖАСАВ Второй и последний фильм Джо Спинелла с Джо Спинеллом в главной роли, за который Джо Спинелл получил Оскар из рук Джо Спинелла за лучшего режиссера еще не снятого Джо Спинеллом фильма. Звучит запутанно, а на деле куда проще. Таксист Винни живет в маленькой квартирке вместе с мамой. В роли квартирки выступает настоящая квартира Джо Спинелла, в роли мамы настоящая мама Джо Спинелла. Такая жизнь ему скучна, хочется пробиться в шоу БИС, снимать фильмы со своим объектом любви Жанной Бейтс. Как Норман, только Жанна, попрошу не путать. В последнем фильме ее убило точным электрическим разрядом прямо в сиськи, что вывело Джо Спинелла из себя прямо в зале кинотеатра. Впечатлительный мужик, слишком восприимчив к эпизодам насилия. Пробиваться в звезды Джо Спинелл решает не как все, через постель, а как Чарли Бент через Каннский кинофестиваль. Для чего реальный Джо Спинелл и компания кинематографистов и правда поехала на Каннский кинофестиваль 81-го года и украдкой снимала там фильм. Без разрешения. Такой прием называется Gorilla Filmmaking или как переводит все термин издательства АСТ партизанские съемки. Только партизан Джо Спинелл приезжает в Канны. Местных звезд каждый день кто-то начинает убивать. Судя по виду Джо Спинелла и его предыдущей работе маньяк, должно вериться, что это он, но особо не верится. Первый час очень даже ничего, но чем ближе к финалу, тем сильнее растягиваются действия и теряется динамика. Становится слишком скучно, но за первый нескучный час это простительно. Хэллоуин заканчивается. Однозначно берет главный приз в номинации за самый лучший скример года. И отличное учебное пособие «Как доебываться до людей у супермаркета». Эй, чего лыбишься? Что накупила? Простите. Простите? Извините. Влажные фантазии на тему отношений Майкла Майерса и Лори наконец воплотились на экране. Правда, при помощи ее внучки. Слишком много хейта, потому что полученный результат не оправдал ожидания ни одной живой души. А мертвым душам уже как-то не до нового халавина. Прошлая часть обещала, что раз зло не умерло сегодня, оно умрет в следующем году. Но Майкл уже 4 года все не умирает. Сидит как сыч в пещере. В современных хоррорах намечается тенденция. Маньяки больше не заморачиваются убийствами, а сидят либо на шее у бабки, как Буба из техасской резни бензопилой. Либо в расщелине, как тут. Меньше заморочек, ноль проблем. И веселый сосед-бомж, с которым можно раздавить пузырь под рассказы о славном 78. Но из таких сюжетов кинцо, конечно же, не получается. Поэтому появляется кто-то, кто этих пердиксов мотивирует пошевелиться. Тема с подражателем выглядит забавно. И читается еще вступительной сцены. Поэтому спойлеров в этой информации не сказать, чтобы много. Смотрится фильм легко и не успеваешь моргнуть глазом, как проходят две его трети. Несколько разочаровывает, что о музыку маэстро Карпентера не спотыкаешься на каждом повороте, как в прошлых двух фильмах. А от нее тут только главная тема. Но если уши остаются несколько разочарованные, глаза все так же получают отлично поставленную картинку. По поводу рекомендаций скажу так. Если прошлый фильм смог чем-то зацепить, то и этот, может, сможет. Если плевался от него, то и на эту часть стоит плюнуть, как Владимир Епифанцев. Что интересным мне показалось в этом фильме, так это история его создания. Тай Уэст полетел снимать Икс в Канаду, но из-за ковидных ограничений вынужден был отсидеть двухнедельный инкубационный период, изолированным в отеле. Дабы не потерять время просто так, он начал размышлять о предыстории бабки. Как она до такой жизни докатилась, что послужило триггером, как, почему, чё, кого, ёба. Не успел он моргнуть глазом, как написал сценарий предыстории, и подумал, раз в распоряжении имеется локация одинокой фермы, почему бы не снять вместо одного фильма сразу два? Back to back, или спина к спине, или друг за другом. Идейкой он поделился с Ми год. Пообещал за согласие отрубить две смены вместо одной, сделать её продюсером, и позволить редактировать сценарий по своему вкусу. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Что было дальше, как бы очевидно. На этом всё интересное, связанное с фильмом, заканчивается. Чем лично мне не понравился ПЛЭЭРЛ, это Ми год. Пропитая англичанка с тупым выражением лица, они очень вызывают сочувствие, даже несмотря на эпичный монолог и гениальный фон на финальных титрах. Будь на её месте кто-то другой, мне бы фильм зашёл гораздо лучше. Но, судя по анонсу Максксин, их творческий роман с Тайм Вестом ещё только начинается, и будет подрывать пердаки таким, как я, ещё не один год. И я про календарный год, а не про Мию год. В очередной раз рейтинг на IMDB и сайтах-агрегаторах завышен благодаря студии А24. Либо они пользуются методикой Вайнштайна, либо критики реагируют на логотип, как собака на Павлова. А может это просто моя вкусовщина? Факт в том, что я так и не рассказал ничего о фильме. Юная фермерша Перл убирает хлеб за коровами, убивает залётных мистеров гусей и скармливает знакомому крокодилу. В её мечты входит план стать королевой танцев и желательно при всём при этом пробиться на большой экран. Но все мечты Перл разбиваются о непонимании родных, и ей приходится применять радикальные меры. Для буста водовиль карьеры. Звучит немного интригующе, на деле оказывается нет. Not recommended. Ночь расчленения Вики жестоко убила двух мужиков, за что попала в психиатрическую лечебницу. Фильмы ужасов научили меня, что 80-е в Америке в тюрьму за убийство не сажали. Сажали в психушку, а выписывали оттуда по первому требованию родственников. Вот родители Вики решили, что хватит её дочке прохлаждаться в мягких палатах, пора вернуться к домашним делам. Брат и сестра Вики не очень рады компании кровинушки-психопатки. Все силы они бросают на оформление возврата сестры в психбольницу. Интересно даже не это. Режиссёрка фильма Дорис Уишман отдала отснятый материал в фотолабораторию, где как раз в этот момент один из работничков разозлился на боссов. Его пердак горел, и именно им он поджёг здание, в результате чего 60% материалов Вишман были потеряны. Остальные 40% материала составляли обрезки и неудачные дубли. Как бы есть с чем работать. Использовав их и досняв на ультра низком бюджете отдельные сцены у себя дома, Вишман склепала свой первый и единственный в жизни хоррор. Ночь расчленения. Уникальный эксперимент для любого зрителя. Как и рассказал Стивен Тровер, в Кошмарах США, посмотреть Ночь расчленения, это как напиться в Зюзю, упороть экстези и нанять сада мазохиста, чтобы он шлёпал тебя по голове и держал в состоянии, когда из глаз сыпятся искры. Примерно так и есть. Отдельного упоминания заслуживает саундтрек. Такого набора стоковых мелодий в хоррорах не использовал никто. Ни до, ни после. Приятного просмотра. Паранормальное явление. Ближайший родич. Но больше бы подошло ближайший дебич. В хоррорах намечается ещё одна тенденция. Использовать сервис поиска родственников по ДНК травной точкой для завязки событий. Кстати, неплохой сервис. Можно найти четвероюродного брата Николая. Или же такую же сестру Анастасию. Это не реклама, а самое интересное, что удалось подчеркнуть из фильма. Что ещё удалось подчеркнуть, помимо дерьма, так это вот. Леди Марго, сирота. И обращается к услугам сервиса, чтобы узнать, благородных ли кровей она происхождения. ДНК-тест приводит Марго в поселение Амишей, где когда-то жила её мать, но сбежала после рождения Марго. Тут Марго, надо бы задуматься, почему это от неё бегут. Но она, как ни в чём не бывало, залезает в глубокие ямы. Первое полчаса смотреть ещё более-менее интересно. Но чем глубже Марго закапывает себя в яму собственной глупости, тем сильнее рвётся установленная между нами, зрителями и ей Марго-связь. И становится... Моей эпохой, абсолютно. Not recommended. Дэйл, ты бухаешь? Да, это виски. Я же грохнулся с лошади. Удачи! Тёмные очки. Дарио Арджента снова в седле. То есть в режиссёрском кресле, он же не ковбой. Удачи! Все проститутки и талии в панике. Нет, не потому что Арджента сел в режиссёрское кресло. Это я уже про фильм. Все проститутки и талии в панике. На мощёных улочках орудует ножом таинственный тёмный силуэт, убивая их одну за другой. К одной из элитных тружениц койки заходит мужчина, от которого сильно воняет. Тем же вечером на неё нападает маньяк, улепётывая от которого на своём Мерседесе, вдавливая тапку в пол, ГГ Диана сносит колесом головы двум мимо проезжающим азиатам. Сама же она после аварии теряет зрение, становится не просто Дианой, а Дианой Гурцкой, привыкая к жизни без одного из органов чувств. Зато счета за электричество будут поменьше. На заднем сидении машины двух влюблённых когда-то друг друга азиатов находился маленький мальчик, загладить вину перед которым Диана пытается китайским клоном Нинтендо Свич. Ну типа у тебя же на родине сделали мальчик. Мальчик от подарка отказывается, как и от общества Дианы, но две минуты спустя меняет оба решения. Несмотря на пребывание его матери ещё в нашем мире, в коме, азиату уже подыскивают приёмную семью. Диана сама берёт обязательство приглядывать за ребёнком, но так как не видит, не справляется. Сюжет на фильм звёзд с неба не хватает. Но вот саундтрек просто божественный, как и режиссура. Рекомендят. Мальчик Джейми не может поладить со сверстниками. Девочки не дают потрогать велосипед. Парни избивают просто за его существование. На почве всего этого вырастает настоящий извращенец. Он шлёт местной библиотекарше развратные фоточки, телефонными пранками заставляет женщин раздеваться. Дабы обуздать сексуальную энергию мальца, его мать нанимает няню, но с ней становится только хуже. Постоянные эротические намёки и признание в любви. Именно в такой сложный период в жизни парня появляется вынесенная в заголовок яма, на дне которой проживают четыре тролля. Джейми берёт на себя их содержание. Когда местная мясная лавка выкуплена подчистую, а живые коровушки отказываются падать в яму, в ход идут обидчики Джейми, не позволявшие ему спокойно наслаждаться жизнью. Как можно заметить, юмор присутствует в объёме чуть меньше, чем на весь фильм, за что его вполне рекомендуют посмотреть. УБИЙСТВЕННАЯ БЕЗУМИЕ Выдающийся актёр, исполняющий роли трактористов-душителей, немного устал от работы. Поэтому он отправляется в гости к маме, которую не видел и не слышал уже 15 лет. Закрутился, чего уж там. Её дворецки экономят на свете, а мамаша целует каждый волосёнок на усах любимого сыночка. Выглядит она ничуть не старше, может быть спиртуется. С собой главный герой Майкл привозит невесту, но чтобы не расстраивать маму, представляет её как секретаршу. Из-за такой несуразицы у них случаются ежевечерние ссоры при свечах. Она ещё не знает, с Майклом лучше не шутить. Ведь, как выясняется, в детстве он убил собственного отца, успешного дирижёра. Не в силах жить без работы, Майкл приглашает коллег по цеху в поместье, снимать кино про маньяка, даже не спрашивая у мамы разрешения. Вскоре на членов команды кто-то начинает нападать. Подруге снятся страшные сны, где она застревает сиськами в огромной паутине, а петухам отрубают головы. Хотя бы не сжигают коров, как Тарковский, или не бросают в яму, как Джейми. Среди съёмочной бригады незаметно затесалась звезда серии фильмов про Чёрную Эммануэль, Лаура Гемсер. Какую роль она в этой истории сыграет, как бы очевидно. Убийственное безумие на ощупь оказывается не простым слэшером, каким кажется на первый взгляд, а не простым слэшером. Отчего смотреть его более чем рекомендит. Пепел и кость Семейство из мужа, мачехи и проблемной дочки отправляются в загородную местность, обживать развалившуюся хижину, наслаждаться свежим, бодрящим воздухом. Проклятое дитя семейства, помимо содержания себя в готическом состоянии, занимается сталкингом заброшек. Занималась, потому что в новом месте жительства заброшек нет. Из достопримечательностей, как подсказывает карликовая версия Эвана Макгрегора, только дом двух маньяков, из которого воняет, доносятся крики и в котором пропала уже половина деревушки. Годка сталкерша сталкерит логово двух психопатов, пока они не возвращаются домой. Запомнить взломщицу не составляет труда, по тоннам штукатурки на лице. У фильма неплохой рейтинг на АМДБ, на Летербоксе, но если копнуть глубже, основная масса оценок 9,10, что попахивает накруткой. Not recommended. Ночь кошмаров. От корабля пришельцев отшвартовывается спасательная шлюпка личинок, которая заражает одного землянина в 51-м. Благодаря криогенным технологиям, она продолжает заражать остальных землян лишь в 86-м. У всех персонажей связанные с хоррор-мейкерами имена. Ромеро, Карпентер, Купер, Кроненберг, Лэндис, Рэйми, Майнер и Кэмерон. Казалось бы, какое отношение к этим иконам имеет Кэмерон? Это же сопливый Титаник и I'll Be Back сайфай боевички. Но вы же видели трейлер Аватар 2. Это ебаный ужас. Среди быстро размножающихся личинок разворачивается любовная линия неуверенного подростка и девушки короля университета. Бонусом разворачивается линия традиционных испытаний для вступления в студенческое братство, которое, между прочим, служит триггером для всей последующей истории. Проще говоря, не триггером, а толчком. Бонусом разворачивается линия детектива Тома Эткинса, который тут играет просто заебись. И своей фразой «Давай, напугай меня» доводит до экстаза. Бонусом к самодостаточному сюжету, на котором уже можно выдать отличный фильм, в наличии гениальные операторские приемы, отличный грим от Роберта Курцмана и неплохой юморок. От человека, который 30 лет спустя будет помогать Шейну Блэку писать сценарий для Хищника 2018. Так что я думаю, юморок на любителя. Как хорошо, что я один из таких любителей. В целом, фильм маленький шедевр, и можно было бы сказать «Хидден Джем», если бы он не был достаточно известным. Горячайший рекомендит. Ужасающий 2 Клоун арт «Бэк ту бизнес», и бизнес на этот раз на повышенном бюджете, что очень ощутимо. Спецэффекты стали еще более мясистыми, хотя, казалось, куда уж дальше. Но если первая часть была мясной лавкой, то Ужасающий 2 – это ебучая скотобойня. Второе, что впечатляет – это саундтрек. В духе карпентера образца перезапуска Халавина. Про Халавин напоминает и место действия в типичном сельскохозяйственном городке одноэтажной Америки. Про Халавин напоминает и то, что действие происходит вот так вот на Халавин. Но особенно хочется отметить другой, не столь очевидный элемент, на который обычно закрываешь глаза. Как Диана у Дарио Арджента. Благодаря ему фильм с таким незамысловатым и скудным до событий сюжетом работает как надо. Это монтаж. Любую сцену можно выдирать из контекста и на ней преподавать в школах, как надо монтировать кино. Хотя с таким педагогическим подходом половина абитуриентов отчислится нахуй. Даже из кинотеатра, где я смотрел фильм, половина зала ушла после убийства первой подружки. На моменте, когда ее полурасчлененное тело ртом проговаривало «помогите». Смотреть Ужасающего 2 стоит не то слово. Особенно на фоне блядских рода мужского, Перл и любого фильма с Ребакой Холл. С хронометражом, конечно, небольшой перебор. Некоторые сцены ближе к финалу можно было бы подрезать. И с русской озвучкой небольшой перебор. Голоса звучат значительно громче звукового сопровождения. Тут, возможно, мне не повезло с кинотеатром. Сам фильм рекомендит. Варвар. Про Варвар, поверьте мне, лучше ничего не знать. Не смотреть трейлер, не смотреть обзоры, не читать рецензии, не читать отзывы. И дело даже не в том, что можно нахвататься спойлеров и потерять интерес к просмотру. Дело в том, что многое в фильме построено на внутренних ожиданиях и их методичном посылании нахуй. Когда начинается хоррор, вроде как градус ужаса должен только нагнетаться. Но тут начинается кое-какой другой жанр. Но я не хочу никому ничего портить. Я даже в этот ролик не хочу вставлять лишних кадров. Варвар и правда заслуживает называться лучшим хоррором года. Тут я не сомневаюсь. Напомню, это говорит тот, кто до сих пор блюет фонтаном от одних только воспоминаний о фильме Берл. Так что я минимально подвержен общему мнению. Бросайте все и идите смотрите Варвар. Или садитесь смотреть, или ложитесь смотреть. На самом деле, неважно как. Главное, приятного просмотра. Любопытство убивает Управляющий небольшого дома ползает по вентиляционным шахтам в духе Клауса Кински из затаившегося Встречается с моделью Кортни Кокс и все никак не может допроситься у одного из жильцов квартплаты за последние несколько месяцев Тем не менее, он его любит Любви в скором времени приходит конец, когда жилец режет себе вены в ванной комнате своей неоплаченной квартирки Странного в этом ничего нет Странно то, что уже на следующий день на вакантную квартиру находится свежий жилец А по обрывкам разговора из вентиляционной шахты можно сделать вывод Глаз на данную жилплощадь он положил задолго до суицида старика Как это понимать? Главные герои расследуют дельца при помощи Рэй Дон Чонг, которая любит всем помогать Например, Шварценеггеру в команда Тут она помогает с делом, но мешает отношениям с Кортни Кокс Потому что периодически оказывается в шкафу А это странно выглядит Смотреть фильмец, конечно, стоит Даже несмотря на низкое разрешение, квадратную картинку и перевод Андрея Дольского Идеальное убийство Оригинальное название «Хороший сосед» звучит лучше, потому что сосед и правда хороший Обо всем по порядку Выдающийся нью-йоркский журналист Дэвид тяжело расстается с девушкой И чтобы ее больше не видеть, переезжает в Ригу, где нет проблем с адаптацией Потому что каждый встречный говорит на английском Читает каждый встречный тоже на английском Благодаря чему Дэвид сходу получает должность в Рижской газете Домик начальника, машину начальника и соседа начальника, которая становится причиной многих проблем Хотя, может быть, он пишет на латышском Так как трудится над вшивой статьей круглыми сутками Со сверхурочными двумя переносами срока и все равно не успевает Суть все равно не в этом Дэвид при помощи соседа начальника чинит машину начальника А на следующий день, глядя вдвоем с соседом одну и ту же передачу про муравьев Решают скататься потрясти старыми холостяцкими костями в клуб В клубе Дэвид знакомится с обворожительной девушкой Которая говорит, что намерена накидаться в мясо Ведь уже четверг, маленькая пятница Бухой она садится на велосипед Дэвид Бухой садится в машину и насмерть догоняет новую знакомую Как и хотела, накидалась в мясо, правда на колеса Виноваты во всем латыши, потому что не строят велосипедных дорожек С ее события запускают странные соседские отношения С каждым днем которых Дэвид все больше жалеет, что сразу не сел в тюрьму При отсутствии альтернатив посмотреть местами забавно Но альтернативы я уже назвал Записали? Гражданин Икс Клюквенный фильмец про Чикатило Где, как и у латыши, в предыдущем фильме Все жители России говорят на английском Пишут на нем же И в любой непонятной ситуации Просят вызвать специалистов из Куантика Которых можно помнить по сериалу Охотник за разумом Финчера Гражданин Икс хорош уже тем, что Чикатило тут играет не Дмитрий Нагиев Тандем из Дональда Сазерланда и Стивена Ри Смотрится отлично И больше похож на Шерлока Холмса и Доктора Ватсона Чем на двух ментов События соответствуют действительности процентов на 17 Остальное художественная отсебятина Но простительная Потому что, напомню, Чикатило тут играет не Дмитрий Нагиев И хотя бы немного понятно, почему дети шли с ним в лес Вот как они шли в лес с Дмитрием Нагиевым Я понять до сих пор не могу Хотя прошло уже два года или около того Смотреть могу посоветовать, а могу не советовать Не могу определиться Пусть за меня решит Дмитрий Нагиев Улыбка Если взять звонок, оно следует за тобой И крупицу правды или действия смешивать между собой Медленными круговыми движениями Сверху посыпая щепоткой скримеров Получится улыбка И это не так хорошо, как может показаться Психолог Роуз работает по 80 часов в неделю Но психи как были психами, так ими и остаются В один прекрасный день, который совпадает с началом фильма К ней на прием попадает студенточка Рассказывает, что ее преследует некая сущность Прямо как Майку Монро Вано Только эта еще издевается и улыбается Смотрится крипово, сводит с ума Собственно, почему она и пришла на прием Помогите, мадам мозгоправ Но не успевает Головкин лекарь открыть рот Как мадам уже улыбается и режет себе горло Чтобы снять потом пиздатые кадры с простыней Проклятие, очевидно, передается главной героине За что в больнице она получает Неделю оплачиваемого отпуска Неплохо, неплохо, мог бы подумать обычный человек Но для трудоголички это просто кошмар Кстати, трудоголичка да куча алкоголичка Каждый день давит по бутылке вина и разбивает по стакану Мужу такая ситуация не особо нравится Но он в фильме просто как кожаный реквизит Фильм снят заебись И, пожалуй, на этом заебись заканчивается ГГ не очень, так как сама не очень И играет для хоррора не очень Даже кричит не очень Сюжетец не очень, потому что вторичен очень И не способен порадовать ни остроумными поворотами Ни чем-то экстраординарным Как, например, варвар Может, в варваре, если покопаться, можно найти минусы Но на фоне улыбки это бесспорный шедевр и фильм тысячелетия С другой стороны, на фоне идеального убийства Улыбка смотрится более выигрышно Благодаря техническим составляющим Большему в 17 раз бюджету Ну а на деле тот же убийца времени Который можно посмотреть, а можно не смотреть Пусть решает Дмитрий Нагиев Это ваш выбор Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо Сирич 50 на 50 50% не очень, как Смайл 50 годнота, как варвар Самая годнота это третья серия Вскрытие от Дэвида Прайора Режиссера Пустого Человека Годнота как сюжетная, так и техническая Больше техническая Из остальных можно выделить первую, четвертую серию Седьмую и восьмую серию Мурмурация, хотя бы за название Остальное смотреть можно исключительно по желанию Сплошной сюжетной нити нет Каждая серия как часовой фильм Пятая и шестая по рассказам Лавкрафта Модель Пикмана и сны в ведьмином доме Но как экранизации сосут у первоисточников Паранормальные явления дом призраков Как же заебали эти прокатчики? Я терпел когда вышли Реинкарнация пришествия дьявола Астрау реинкарнация Проклятие ведьмы Проклятие мачехи Проклятие плачущей Проклятие матери Проклятие призраки дома Борли Призрак монахини из Борли Проклятие Лауры Проклятие Эбигейл Ведьма возрождения Паранормальные явления медиум Заклятие спуск к дьяволу Челюсти столкновения Экстрасенс дело Софи Женщины в черном Открытое море монстр глубины Пентология проклятый дом Заклятие таинственный дом Клаустрофобы начало Но тут просто пиздец блять сука нахуй Просто рано или поздно это надо было сказать Как можно было так перевести вот это? Очевидно же что дэдстрим Означает астрау Проклятое заклятие дома Реинкарнирующих вень Хорошо Займись А если серьезно Фильм можно представить Довольно простым образом Если Эша из зловещих мертвецов Перенести в наше время Обвесить камерами И запустить обратно В его любимую хижину Получится дэдстрим Такой же веселый Такой же безбашенный Такой же щедрый На повороты Спойлерить как и в случае С варваром Я не хочу Посмотреть надо каждому Комедия года Просто Мистер Сардоникус Не думал что мне понравится Но мне понравилось Про этот фильм я говорил Еще в обзоре на куклы Именно тут Ближе к финалу Появляется Уильям Кассел И просит поднять карточку С просьбой выбрать финал Фильма Я карточку поднял Но финал все равно Оказался другим Завязочка такая Некий врач потерял Любовь всей жизни Потому что Отец возлюбленной Запретил ей Встречаться с жалким Айболитом И сосватал К богатому вдовцу Спустя Некоторое время От возлюбленной Приходит письмо С просьбой Приехать к ней И ее состоятельному Супругу Очень срочно 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 И еще раз 5着 она написала Очень срочно Что и бесит И ужасает Что же такого С ее новым мужем Что она так часто пишет очень срочно. И почему он стал вдовцом? И что за смелый у него слуга, двигающийся по жизни уверенно и выбирающий вилку в глаз. Супруг ее очевидно мистер Сартоникус. Он носит маску и водит к себе шлюх. Посмотреть советую и совершенно не из-за шлюх. Оазис зомби или могила живых мертвецов. Получает приз за самый длинный план двух идущих и разговаривающих между собой жоп. На титрах раскрывается страшная правда, что режиссером является Хесус Франко и все встает на свои места. Ужасов меньше, чем обнаженки, грим зомби хорош, особенно изящно избивающиеся червяки на лицах. Сцена битвы двух батальонов, вставленная два раза, смотрится эпично, но вполне можно было обойтись без нее. Сюжет такой. Две говорящие жопы помирают в оазисе. К сюжету они отношения не имеют. Во время битвы итальянцев с немцами при оазисе в пустыне полегли все, в том числе золото немцев, которое они всегда носят с собой. Вероятно, на удачу. Я всегда с собой беру чемоданчик золоту. В битве выжил всего один человек. Нарисовал карту закопанных сокровищ, нашел компаньона их откопать и помер от его рук. Заполучив карту, тот отправляется в проклятый оазис, где теперь водятся зомби, чей любимый деликатес кишечник. Сын выжившего, но погибшего командира Тимоти Шаламе, тоже узнает про золото немцев и отправляется в путь. Но его друзья постоянно трахают все, что шевелится и не дают шустро добраться до золота. Все потому, что за штурвалом кинокамеры напомнил Хесус Франко, и он любит снимать оголенных женщин. Вполне очевидно, что заканчивается все потасовкой с зомбями, но смотреть я бы не рекомендит. Свободное падение. Только я забыл про одно семейство дебичей, как Шон Эшмар, снова тут как тут. Заявочка у фильма очень даже неплохая, дает фору многим заявочкам. Сара является, не запыляется в дом родителей, на годовщину их свадьбы. Мама в честь такого случая обещала надеть старое пыльное подвенечное платье. Так и есть, но помимо старого наряда, старая клеща старым фамильным ножом протыкает старого мужа раз 60. Под интригующее перерезание шеи мы перемещаемся на некоторое количество времени вперед, по диалогам на год. Сара неудачно покончила с собой, вместо себя получилось покончить только с мозгами. Пытаться вспоминать прошлое и смотреть в светлое будущее, ей помогает дебич Шон Эшмар, утверждающий, что он ее муж, и скармливающий ей подозрительные таблетки под видом антидепрессантов. В доме также проживает грозная уборщица Роуз, за счет своего атлетичного телосложения, являющаяся негласной хозяйкой дома, и заставляющая Саро, если что-то не нравится, убираться самой. Периодически в дом врывается бородатый некто, и призывает пойти либо с ним, либо на свет. Хотя должен сам пойти нахуй. Все кажется таким непонятным, но в то же время угадывается к чему это ведет. Ведет, конечно, не туда, куда угадывается, но близко. Правда, когда фильм за ручку подводит к развязке, становится как-то... Вообще похуё. Not recommended. Дом клоунов. 12-летний Кейси писается в постель, потому что ему снятся клоуны, а он ненавидит клоунов. Именно поэтому на следующий день Кейси идет вместе с братьями посмотреть на представление клоунов. Это не так страшно, как сидеть Макалеем Калкиным дома. По счастливой случайности из местной психушки сбегают три постояльца, убивают клоунов, сами становятся клоунами и начинают всем доказывать, что с ними шутки плохи. Юный Сэм Роквелл еще тогда отыгрывает на Оскар, который получит 30 лет спустя. А через год становится понятно, что писал в кровать главный герой больше не ради сюжетных изысков, а потому что режиссер Виктор Сальва хотел заснять его голым на память, потому что его насиловал, за что вскоре получил три года, отсидел 18 месяцев, а потом снял Джипперс Крипперс, Джипперс Крипперс 2 и Джипперс Крипперс 3. Примерно в то время, как каждая пользовательница Твиттера обвинила Вайнштейна в насилии, общество вспомнило и про Сальва, чья дальнейшая карьера не сложилась, а так хотелось увидеть синдром старой карги. Что касается дома клоунов, смотреть можно, хотя финальные маневры по дому смотрятся несколько наиграно, как будто Виктор Сальва не знал, как кончить. Ну то есть, как кончить он знал, ради этого кино и снимал, а как его закончить не совсем. Пирожки тетушки Ильи с мясной начинкой. Карен Блэк работает простой поварихой и снабжает родную деревушку вкуснейшими хлебобулочными изделиями. Чебуреками с человечной. Поставщиками начинки являются четыре ее племянницы, которые отлавливают различные отбросы и пускают на фарш. Еще пускают на фарш заезжих гастролеров. Еще используют Майкла Берримана в качестве дешевой рабочей силы. Работает за еду еще со времен у Холмов есть глаза. Здесь у Холмов глаз нет, есть только пирожки. И не у Холмов, а у тетушки Ильи. Фильм имеет средний рейтинг. Режиссер успехов не заимел и стал снимать порно с немытыми мужиками. Например, грязные вестерн 2, грязные стволы. Оставленный им след в виде пирожков тетушки Ильи изучить вполне можно. Тихо и мирно. Кенцо подойдет всем тихомирам, потому что приятно почувствовать себя названием фильма. Женщинам не сидится дома, и они организуют современную версию Куклукс-клана на чердаке. Когда нацистский пирог заканчивается, кучка леди отправляется за вином, что приводит к печальным последствиям. Тихо и мирно может показаться жестоким, особенно тихомиром, за натуралистичной ситуацией, ведь именно так обычно заканчиваются женские пьянки. Режиссерку Бет Де Аражо китайско-бразильского происхождения в школе дико ненавидела учительница за китайско-бразильское происхождение, что вылилось в сценарий тихо-мирно. Джейсон Блум на фестивальном показе просидел весь фильм на краешке кресла, как говорят, и еще долго ходил под впечатлением, что выкупил права на дистрибьюцию. Учитывая, что дерьма он повидал еще больше, чем я, смотреть стоит. Городские легенды 2 Наконец-то мне удалось докачать фильмец, и оно того стоило. Шутки на месте, ложных испугов гораздо меньше, не шесть, а один. Студенты киношколы мечтают стать новыми хичкоками, и ради премии снимают ужасы. Часть из них новыми хичкоками и правда становятся, по части того, что мертвыми, а угадать личность убийцы не представляется возможным, абсолютно никак, потому что нас с ними забывают познакомить. Смотрится все это действие неплохо, как минимум первая половина, отчего рекомендят. На этом с наступающим и до встречи в новом году. Пакет!